Я Мария Гаганова, инициатор группы нашей, инициативной, Сузенкова переулка по Заробину, в которой есть проблема. Закрыли ворота от всего. От Заробина закрыли ворота, от Посадского закрыли ворота. Никто не может проехать, ни скорая, ни пожарная. Никто не может нам помочь. Я обращаюсь к губернатору Бусаргину, чтобы он нас услышал, увидел и помог нам, что нам дальше делать. Устанавливал забор человек ТСЖ Зарубинская, председатель Трошин. Установил этот забор. Три дня он стоял без... Ворота? Нет, ворота были, без замка. На третий день он поставил замок. С ним разговаривали, но он все в штыки воспринимает. Земля наша, что хочу, то ворочу. Обращались в администрацию, в МЧС, депутатам. Депутаты приезжали, депутаты были у нас. 6 или 8 числа они были депутаты у нас после того, как он поставил. Потом вызвали МЧС, МЧС так и не приехало пока еще. Но обещали 6-го приехать, но так их и не было. Вот залитый свежий цемент, закрыли забор, повесили высокий замок. Люди не могут сюда не проехать. У меня вот старенькая бабушка, она вот возит дрова, у нее болит нога. Проход у нас только вон там, сейчас мы попозже сходим. Вот у нас дрова, то, что вот мы успели выгрузить сюда, пока забора не было. Тут у нас тоже не было вот этого... Да, вот, даже до белой машины не было. Все, все позакрывали. Мы вот обращаемся к вам, всеми вот этим частным сектором, чтобы вы нам помогли. Мы обращаемся к вам, потому что у нас есть свои проблемы. Мы пожилые, вот старые люди. Тут бывают, живут инвалиды в некоторых частных секторах. И как нам быть, мы просто не знаем. Да, это вот у нас тоже один из частных домов. У нас тут также поставили забор, отгородили, также повесили замок. Старые люди вынуждены ходить. У нас вот, пройдемте, я вам покажу. По этой вот маленькой тропинке, вы посмотрите, как это вот так можно. Там вот старые люди просто могут упасть, потому что, ну, все болит, так сказать. Ну, старые люди, ну, что тут скажешь. Вот, посмотрите, у нас вот, вот. И что нам делать, мы не понимаем. Так, если вот посмотреть на этот проход, то его люди сделали из частных секторов себе сами. Потому что им надо же как-то ходить с водой, ходить с дровами. Поэтому, вот, но с дровами и с водой ты тут тоже не пройдешь. Потому что тут узко, тут очень такой, ну, я бы так сказала, хороший возвышенность такая. Ну, не поднимется старый или пожилой человек. Тем более, посмотреть, если вот бетонные плиты в темноте пойдешь, вот, воды тебе надо домой. Ты нигде ее не наберешь, не возьмешь. Как ты ее пронесешь тут? У вас сколько домов? Десять. Десять. Сколько семей примерно? Десять? Ну, в каждом доме там где-то по два, по три человека точно живут. Вот так. И дома-то все, они практически деревянные. Не дай бог пожар случится. Ворота закрыли. К нам ни пожарная сюда не проедет, ни скорая помощь. Поэтому не знаем как. Вот нам надо от этой проблемы как-то нам ее решить. Вот таким вот образом. Потому что люди-то, они жалуются. Мы жалуются в администрацию. Нам говорят то, что это не проблематично, то, что закрыли. У вас, говорит, вот есть проход, вы можете ходить? Ну, говорит, нормально, ну, закрыли. Ну, не ставить, некуда вам машины припарковать. Вот тут, говорит, ищите места для машин. А у нас, говорит, тоже у нас семья, дети. И грудные дети тут вот у некоторых тоже есть.